Самарское знамя освящают в Иверском монастыре. Молебен и обряд проводит митрополит Самарский Итальятинский Сергий. Это копия трехцветного полотна, как и 140 лет назад православный крест вышивали монахини. У знамени долгий путь, оно прошло в бессмертном полку на параде победы по площади Куйбышева. И вот теперь из монастыря полотно торжественно несут крестным ходом на причал, в часовне святого Алексия, духовного покровителя Самары. По дороге возлагают цветы к памятникам Великой Отечественной. На речном вокзале делегацию со знаменем встречают участники ретро-реконструкции исторических событий XIX века. Когда-то Самарское знамя поддержало всю Болгарию, положило начало ее государственности, а также объединило народы в дружбе, которая продолжается по сей день. Юбилей русско-болгарской дружбы с размахом праздновали в Самаре в 2016 году. На День Самарского знамени приезжала делегация Балканской страны вместе с председателем Думы города Старозагора и артистом Бедросом Киркоровым. Кроме того, комплексно отремонтировали бульвар на улице, названный в честь болгарского города Побратима. Самарское знамя для обоих народов – Великая святыня, символ освобождения и развития национальной идеи. Настоящая национальная идея – это когда великое историческое прошлое соприкасается с твоей личной историей, историей семьи, историей твоего города, историей, может быть, твоего края. Когда-то самарцы прикоснулись к истории освобождения Болгарии. Теперь силами городской и областной администрации и общественных организаций патриотический проект «Самарское знамя» поддержит военнослужащих в борьбе с радикальными исламистами. Копия Самарского знамени отправляется по своему историческому пути в Сызрань. Оттуда знамя доставят в Москву, как и 140 лет назад. Только на этот раз конечной точкой станет не Болгария, а Сирийская республика. Вместе со знаменем в Сирию отправят гуманитарный груз, а также более 500 писем для российских военнослужащих от самарских школьников и видеообращения от юно-армейцев. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События.